Всем hello! Мы продолжаем работать над словообразованием в английском языке. И это второе видео, посвящённое составным прилагательным. Это прилагательные, которые состоят из двух слов. В прошлый раз мы с вами изучили семь прилагательных, образовывая их при помощи слов, данных нам в рамочках. Давайте вспомним эти прилагательные. Вы увидите английские версии, перевод на русский язык. Постарайтесь вспомнить сами. Если же возникнут трудности, обращайтесь к предыдущему видео. Итак, прилагательные. Eye-catching, handmade, short-sighted, sun-burnt, three-star, well-made, and world-famous. Для того, чтобы проверить, насколько хорошо вы помните перевод этих семи прилагательных, сделаем следующее задание. У вас даны два предложения, номер три и номер шесть. Я взяла их с предыдущего видео. Вам нужно вспомнить, какое прилагательное подходит в каждое из предложений. Итак, предложение номер три. After six hours on the beach, he had a terribly face. Окей, и предложение номер шесть. She was wearing an dress that made her turn as she walked through the room. Свои ответы оставляйте в комментариях с пометкой задание один. Окей, и сегодня мы с вами изучим еще восемь составных прилагательных. Для того, чтобы было проще, части, которые должны быть объединены, отмечены одним цветом. Итак, что же у нас получается? Absent-minded, half-hearted, homemade, run-down, semi-detached, semi-skilled, well-off, well-read. О переводе некоторых прилагательных можно догадаться по их форме. Сейчас мы посмотрим, как они переводятся на русский язык. Итак, absent-minded, рассеянный, half-hearted. Обратите внимание, буква L не произносится. Half-hearted – это тот человек, который делает что-то без энтузиазма, не заинтересованный, либо действие какое-то, которое сделано без энтузиазма, half-hearted. Следующее, homemade – домашнего изготовления, run-down – истощенный, разглядевшийся или разрушенный, в зависимости от контекста. Semi-detached – это дом, имеющий общую стену с другим домом. Semi-skilled – полуквалифицированный работник, допустим, либо профессия, которая требует определенных навыков. Well-off – состоятельный, обеспеченный. Well-read – начитанный. Так, повторим прилагательные еще раз. Absent-minded – half-hearted – home-made – run-down – semi-detached – semi-skilled – well-off – well-read. И сейчас у нас с вами следующее задание. Нужно соотнести 8 прилагательных, они у нас написаны справа, с предложениями, которые даны на слайде. Продолжение с 8 по 15. Остановите видео и постарайтесь сделать максимальное количество предложений самостоятельно. Далее будет у нас разбор. Будет отлично, если вы сможете соотнести каждое прилагательное с предложением. Так, мы переходим к разбору. Предложение номер 8. I feel a bit… perhaps I should take more vitamins. Как же предложение переводится? Я чувствую себя немного… Возможно, мне нужно употреблять больше витаминов. То есть речь идет о состоянии человека, о каком-то негативном качестве состояния. И у нас есть прилагательное run-down. Это человек, который измотанный, разраженный, можем сказать. Поэтому сюда оно подходит. I feel a bit run-down. Я чувствую себя немного измотанным. Предложение 9. My wife comes from a… family. They've always had more money than my family. Моя жена из семьи. У них всегда было больше денег, чем у моей семьи. Итак, речь идет про деньги, про обеспеченность. У нас есть с вами прилагательное well-of – состоятельный. My wife comes from a well-of family. Из состоятельной семьи. 10. My grandfather is becoming very… Last week he went to the library in his slippers. Мой дедушка становится очень… На прошлой неделе он шел в библиотеку в тапочках. Каким же становится дедушка? Absent-minded. Восеянным. My grandfather is becoming very absent-minded. 11. To make a bit of money, my sister and I used to sell cakes. Чтобы заработать немного денег, моя сестра и я раньше продавали пирожные. Окей. Cakes могут быть homemade – домашнего изготовления. Homemade cakes. Еще раз рассматриваем на прилагательное. Run down – измутанный. Well-of – состоятельный. Absent-minded – рассеянный. Homemade – домашнего изготовления. Следующие четыре предложения. Номер 12. He made a attempt to take an interest, but it was obvious he didn't want to be there. Он предпринял попытку проявить интерес, но было очевидно, что он не хотел быть там. То есть человек не испытывал особого желания, и попытка его была без энтузиазма. Наша прилагательная half-hearted. Не заинтересованный. Без энтузиазма. He made a half-hearted attempt. Он сделал попытку без энтузиазма. My father is a very man. His favorite authors are Orhan Pamuk and Umberto Ego. Мой отец очень человек. Его любимые авторы – Orhan Pamuk и Umberto Ego. Речь идет про чтение. У нас есть прилагательное well-read – начитанный. 14. I live in a rather plain house on the outskirts of Nottingham. Я живу в довольно простом доме на окраине Nottingham. Речь идет про дом. Прилагательное – semi-detached. То есть дом, разделенный на две части пополам. I live in a rather plain, semi-detached house. И последнее предложение. There are lots of jobs for workers in the factories in my area. Есть много вакансий для работников на фабриках в моем районе. Для каких работников? Semi-skilled. То есть неполной квалификацией полу-квалифицированных работников. Окей. Повторим еще раз. Half-hearted – без энтузиазма. Well-read – начитанный. Semi-detached. Дом, имеющий общую стену с другим домом. Semi-skilled – полу-квалифицированный. All right. И напоследок. У нас с вами осталось еще шесть прилагательных, которые мы не обозначили. В рамочках вы можете видеть части, которые образуют одно прилагательное. Они подчеркнуты одним цветом. И я вам предлагаю сделать это самостоятельно, изучить эти прилагательные самостоятельно. Опираясь на цвет, составьте прилагательные, найдите их перевод и запишите прилагательные с переводом в комментариях. И для особо старательных можно сделать такое задание – придумать или найти где-то в интернете предложение с пропуском. И вместо пропуска я, либо кто-то из других пользователей, должны будут поставить правильные прилагательные. Из тех, которые вы образуете сейчас, или из тех, которые мы уже изучили. Окей. Thank you. I hope it was helpful. And see you.